Прошу встать. Прошу садиться. Барбара, огласите дело. Штат Мичиган против Джека Кеваркена. Вынесение приговора. 13 апреля 1999 года. Дело номер 98613. Штат Мичиган против Джека Кеваркена. Прошу вас стать, сэр. Вы пришли в суд общей юрисдикции, чтобы выслушать приговор. И мы не позволим превращать это заседание в референдум. Вопрос ухода из жизни всегда вызывает противоречивые чувства и эмоции. И я полагаю, его обсуждение будет продолжаться и после этого суда. Ваши действия оставили глубокий след в сознании людей. Но суд не место для дискуссии. Речь здесь идет только о вас, сэр. Вы намеренно ввели человеку смертельную дозу яда, а это убийство, сэр. Таково мнение присяжных. Никто не имеет права убивать, сэр. Никто. Вы набрались смелости пойти на национальное телевидение и показать всему миру то, что вы совершили. Вы бросили вызов закону, который обязан прекратить вашу деятельность. Итак, сэр, в соответствии с действующими полномочиями, утвержденными Верховным судом штата, и учитывая обстоятельства данного дела, суд приговорил вас к лишению свободы сроком от 10 до 25 лет с пребыванием в Мичиганском управлении исправительных учреждений. Каково ваше желание? Скажите нам, пожалуйста. Я хочу, чтобы доктор Кеваркян помог мне заснуть. Сможете немного поднять руку? Держи, держи. Хорошо, не напрягайтесь так сильно. Том, не надо. Осторожно, а то опять будут судороги. Да, да, у вас судорога, вижу. Не нужно продолжать такие упражнения. Есть ли в вашей жизни что-то, кроме боли, ради чего стоит терпеть? У меня есть внуки. Я не хочу умирать, но больше нет сил терпеть. Фаундейшн Филмс представляет Производство компании Бихолдер Джек Кеваркян, сторонник эвтаназии, известный как доктор Смерть, вышел на свободу после 8 лет пребывания в Мичиганской тюрьме за убийство второй степени. Кеваркян 79-летний врач развернул в США горячую дискуссию о том, имеет ли право смертельно больной человек уйти из жизни с врачебной помощью. В 80-е годы и в начале 90-х он бросил вызов обществу и закону. Бывшего патолога-анатома выпустили на свободу по состоянию здоровья. Готово? Хорошо, хорошо. Мне повезло больше, чем другим. Я не знаю, что такое страх. Я понимаю, что за все нужно отвечать, и я готов к этому, но я свободен. Свобода имеет цену, но мало кто готов платить. Так устроен мир. Он очень консервативен. Кому-то всегда приходится сгорать на костре. Чтобы что-то изменилось, кому-то приходится сесть в тюрьму. Отправляясь туда, я не жалею ни о чем. Мне не на кого злиться. Я благодарен вам. Жаль, что это случилось в самом конце моей жизни. Индейка без соли, как ты и любишь. Только индейка. Рут Холмс, секретарь архивариума Скеверкена. Виноград, пластмассовая посуда, почти как дома. А зачем здесь сыр? Так было сделано. Сначала я проверю, что это. Джек, ты знаешь этого человека? Сара Холмс, дочь Рут. Я ветеран ВВС. Однажды сказал сиделке, что если я не найду способ хотя бы уменьшить постоянную боль, то покончу с собой. Только бы найти таблетку. Она рассказала своему шефу, а тот сообщил в нашу ветеранскую организацию. Они позвонили мне. Вместо поддержки и понимания я выслушал нотацию. Самоубийство противозаконно, и меня могут посадить в тюрьму или психушку. Я был в шоке. Ужас. Я очень хочу жить, но не так. В моей жизни есть только боль. Вот это самое страшное. Я получал по 4-5 таких писем в день, когда сидел. Да, это лишь одно из писем. Они приходят коробками. Здесь несколько сотен писем. Каждый раз радуюсь, когда вижу это. Посмотри, в какую компанию ты попал. Все звезды. Говорят, и еще одна книга вышла. 200 мужчин и женщин, которые изменили мир. Вот. Джон Кеннеди. Теннисистка Билли Джин Кинг. Я между ними. Это ты. Хорошая фотография. Мне тоже нравится. Дальше Мартин Лютер Кинг. Да. Неплохая компания. Точно. Если бы не моя книга, обо мне бы забыли. Ты многое сделал. И то правда. Еще немного. Когда вам диагностировали гепатит С? В 1963 году. По данным анализов, у вас первый генотип. И не очень благоприятный прогноз. В смысле, гепатита? Да. В плане подбора терапии. Беда в том, что эта болезнь очень непредсказуема. Может вызвать рак или некроз лимфатических узлов. Да. Хорошего тут мало. А для пересадки печени слишком поздно. Сами понимаете. Пожалуйста, ложитесь на стол. Я не хотел умирать в тюрьме. Но прошло 6 лет, и я понял. Вот и все. Отсюда я уже не выйду. В такие минуты встает вопрос, зачем жить? Слабый, больной. Печень отказывает. Никакой надежды. Глубокий вдох. И вдруг мне попались поправки Конституции. Так все началось. А оказалось, я ничего не знаю об этом. Я нажму немного. Хорошо? Я читал все поправки, дошел до 9-й, и вдруг в одночасье словно прозрел. Да ведь я не совершил никакого преступления. Это было мое право. Я родился с этим правом. Это было как гром среди ясного неба. Парадокс. Если бы меня не посадили, то я и не узнал бы о 9-й поправке. Я понял, что мне есть за что бороться. Станет ли доктор смерть членом Конгресса? Я Дрю Левинсон из города Ройл-Оук, штат Мичиган. Смотрите подробности далее. Спасибо всем, кто пришел. Приятно поговорить с живыми людьми. Вы не могли бы поставить подпись. Я хочу баллотироваться в Конгресс. Да, я готова поставить подпись. Спасибо. Округ Рочи, Стархилл. Может, я попаду в Конгресс. Я пошел на выборы, чтобы бороться за наши права. Права человека гарантированы 9-й поправкой Конституции. Несмотря на неясные и далеко идущие перспективы, ссылки на права человека есть далеко не во всех статьях. Несколько слов перечисления в Конституции определенных прав не должно толковаться как отрицание или умоление других прав, сохраняемых за народом. Сохраняемых. А что значит сохраняемых? Это значит, права есть. Они у нас есть. У нас есть права на что бы то ни было, если это не угрожает кому-то лично, либо чьей-то собственности, есть право покончить с собой всегда. Господи, все, что вы сделали в вашей жизни... Добавьте все то, что я не успел сделать. Люди называют вас Доктор Смерть. Кто даст голос Доктору Смерть? Религиозные люди, думаю, нет. Они мои рьяные противники. И это понятно. Я поставил свою подпись за вас и буду голосовать за вас. Где вы голосуете? Здесь. Я житель Роя Лоука. Хорошо. Ваше прошение о выпуске под честное слово основывалось на том, что вы серьезно больны. Тогда я был болен. Сможете ли вы работать? Как я выгляжу сейчас? Вроде неплохо. Вот ответ. Пытался ли кто-нибудь отговорить вас от этого шага? Нет. Разве такое возможно? Конечно. Как же? Убедить вас. Как можно убедить меня? Это же важнейший шаг в моей жизни. Если вам не так важны ваши права, то вы их и не заслуживаете. У вас 10 секунд, чтобы призвать наших телезрителей голосовать за вас на выборах в Конгресс. Вы хотите перемен? Я покажу, что такое перемены. Я хочу проводить собрание общественности во время выборной кампании. Майер Морганрот, адвокат. Чтобы разговаривать лицом к лицу вместо этих теледебатов. А сбор средств вы будете организовывать? Как быть с этим? Нет, мне не нужны пожертвования. Я не плачу ни за какую рекламу. Вы не хотите собирать деньги, не хотите тратить их. У нас нет никаких шансов на победу. Каковы наши шансы, по-вашему? Шансы есть. Меня хорошо знают, это уже немало. Я думаю, люди во время кампании узнают обо мне еще больше. Этого будет достаточно, чтобы они захотели пойти в другом направлении. Джеффри Фигер, адвокат Кеворкена с 1990 по 1998 годы. Джек Кеворкен, конгрессмен, работник комитета, где еще 435 человек, половина из которых не совсем адекватные люди, да он прямо там, в Вашингтоне, и застрелится. Едва ли у него получится работать там. Я трудился вместе с ним, и даже работа в нашем комитете не очень получалась. Каковы шансы Кеворкена попасть в Конгресс? Представляю себе, что это будет. Его шансы на выборах в Конгресс такие же, как у кандидатов в президенты от социалистической партии. Джек Лессенберри, журналист газеты Детройт, Метро Таймс. Не думаю, что он попадет в списки, а если и попадет, то вряд ли его выберут. Скорее, это реализация его внутренней потребности пройти все это. Флора Хольцхаймер, сестра Кеворкена. Когда он впервые сказал мне, что хочет попасть в Конгресс, я удивилась, но я знала про девятую поправку и подумала, что он настоящий герой. Пусть попробует. Пусть мой брат расскажет людям, что их обманывают. Рут Холмс, секретарь архивариума Кеворкена. Думаю, Джек почувствовал какой-то импульс. Никто не станет выражать доверие сумасшедшему, в кавычках, человеку. Его сила духа, несомненно, достойна того, чтобы остаться в истории. Было бы прекрасным финалом, если бы он занял место в Конгрессе. Посмотрим, если его выберут, и тогда приезжайте и снимите все, что произойдет. У него есть немало сюрпризов. Встреча с избирателями город Ройл-Оуг, штат Мичиган. Меня часто спрашивают, какова ваша платформа? Исходя из определения, платформа – это то, на что вступает политик, идущий на выборы, и то, на что он садится после выборов. Политики – лгуны по определению. Никогда не говорят то, во что верят, что думают. В их арсенале банальные клише и яркие фразы, поэтому я решил стать независимым. Чтобы люди не относились ко мне как к политику, я всегда был довольно импульсивным, мне повезло. Мой отец был очень сильным человеком, он всегда держал меня в строгости, иначе я сбился бы с пути, и тогда я прожил бы совсем другие 80 лет, совсем другие, если доживу до 80. Отец едва достиг призывного 20-летнего возраста, когда всех армян неожиданно забрали в турецкую армию. Создали особые батальоны и отправили на службу, на верную гибель. Об этом никто не знает. Турки выпустили всех бандитов из тюрем, дали оружие и сказали, идите и уничтожьте всех. Это будет правильно, они животные. Они могли сделать с армянами все, что угодно, особенно когда в пустыне им попадался караван с женщинами, детьми, стариками. Они забирали у них все, что могли унести. Многих насиловали, чего только они не делали тогда. Они зажимали их головы в тиски, священникам отрезали половые органы и запихивали им в рот, беременным вспарывали животы, доставали плод и играли, словно это был мяч, старались поймать его штыками. Моя мама тогда потеряла мать и отца, а у отца вообще погибли все родственники. Двоюродные братья, сестры, тети, дяди, дедушки, бабушки, родители. Они уничтожили всех. Вам никогда не понять Джека Киваркена, если вы не поймете, кем он был для своей семьи. Врачом стал мальчик, чьи родители чудом избежали Холокоста, армянского Холокоста. Они были очень бедны, жили в городе Пантиак, это в штате Мичиган. Джек был для них всем, и они возвели его на пьедестал. Нил Никол, бывший помощник Киваркена. У Джека две сестры, младшая Флора и старшая Марго, которая недавно скончалась. Он и для них был светом в окне. Они считают его величайшим человеком и во всем. Помогают ему. Флора Хольцхаймер, сестра Киваркена. Я всегда восхищалась его умом. Он умел все на свете, буквально все. Если у меня ломался велосипед, я лишь вздохну, о боже. Или штанина попадет в цепь, и все, Джек обязательно починит. Он мог отремонтировать все, что угодно. IQ Джека, наверное, не меньше двухсот. Он способен одной рукой писать по-немецки, а другой одновременно по-английски. Его приняли на медицинский факультет Мичиганского университета еще до того, как он закончил школу. Он был наследником, человеком, который должен был нести семейные традиции. Его родители долго переживали, что он никак не женится и не заведет маленьких киваркенов. Он был особенным. У него всегда было столько проектов, которые он притворял в жизнь, что проект «Девушки. Свидание. Женитьба» был, вероятно, в самом конце огромного списка его дел. Старшая сестра Марго была для него как мать. Однажды я спросил ее, почему он так одержим темой смерти. Она ответила, что никто не знает этого. Никто в их семье не понимал, почему так произошло. Мы не знаем, кто мы и откуда приходим в этот мир. Не знаем, куда уходим после смерти. Точка. Никто этого не знает. Религия не может объяснить. Это и наука не может объяснить. Мы вынуждены смириться с этим фактом. А если мы смирились, значит, смерть не должна пугать нас. Смерть – это часть жизни. Поэтому я проводил исследование, чтобы понять, что именно в жизни человека является тем моментом, который называют смертью. Когда мы познакомились, Джек исследовал глаз человека в момент смерти. Он смотрел на сетчатку в самые последние минуты жизни человека и отмечал все изменения в сосудах на задней стенке глаза. Я проверял труп и делал снимки зрачков. Я мог точно сказать, когда наступила смерть по зрачку человека. Звучит страшно, но так все и было. Это важно для трансплантологии. Когда человек умер, даже несколько минут имеет значение. Либо орган можно использовать, либо уже нет. Это была моя работа. Меня уже тогда называли доктор смерть. Ведь мне постоянно приходилось иметь дело с трупами. Когда идет речь о пересадке органов и есть смертельно больной человек, те, кто нужно знать, когда он умрет, чтобы взять его органы, и что они делали, тратили миллионы долларов на создание аппаратов, которые могли бы определить срок смерти. А достаточно лишь взглянуть в глаза. Кровь поступает из сердца, можно сказать, с точностью до удара. На это не обращали внимания. Я публиковал все данные, но их проигнорировали. Данные опубликовали, их прочитали. Результат экспертной оценки был положительным, но никто не стал применять его. Это оказалось никому не нужно, как и другие исследования Джека. Была война во Вьетнаме, и мы с Нилом подали заявку в Министерство обороны на предоставление гранта. Он прочитал статью в каком-то русском журнале о том, что русские переливают трупную кровь еще с 1939 года. Если есть мертвый солдат с подходящей группой крови, это можно узнать по браслету. И вам необходимо спасти другого человека, перелив кровь. Стали бы вы это делать? Была статья в журнале «Военная медицина». Поднялась шумиха, и грант нам не дали. Вы говорите «труп», и у людей сразу появляются неприятные ассоциации. Ах, мертвец! Мы тогда сели и задумались, что же нам делать. Мы готовы были заняться тем, что имеет какой-то смысл. Даже чем-то запретным. Это мне нравится. Чем-то таким, что не принято по религиозным или иным соображениям. У нас было много идей, но тогда мне отказали в должности главного патологоанатома в больнице, и я уволился. Практика Джека проходила в больнице Генри Форда в Детройте. Я помню, он рассказывал мне о женщине, у которой был рак, кажется, печени, точно не скажу. Он брал у нее какой-то анализ и заметил, что ее живот увеличился до размеров огромного шара. Она пожелтела, смотрела таким умаляющим взглядом. Было ясно, что единственное, что она хочет, это поскорее умереть. Он не мог, но очень хотел помочь ей. Его помощь была ей необходима. Моя мать умерла от рака, все ее тело было поражено болезнью. Она очень страдала. Едва ходила, усохла до 40 килограммов. Представляете себе, у всех болят зубы. Можно представить сильную зубную боль. А если это сильная боль с вами постоянно? Что чувствует человек, у которого болит? Каждая клеточка, каждая кость. Терпеть все это невозможно. Любому в таких обстоятельствах захочется умереть. Они пытались уговорить врача своей матери помочь ей выйти. Марго, Флора и Джек беседовали с ним, пытались уговорить его помочь. Он отказался. Джек видел, как страдает его мать, умирая. Он исследовал эту тему, вернулся в Ройл-Оук и решил, что если никто не может, тогда он сам станет помощником на пути к смерти. Именно такое объявление он поместил в местной газете. Он нашел личное дело одного мужчины. Больной очень страдал, хотел умереть, дышал с помощью аппарата искусственного дыхания. Кеваркян всегда стремился изобрести велосипед, ему нравилось придумывать, и вот он создал аппарат для суицида. Пациент нажимает на выключатель, раствор прекращает поступать и начинает поступать пентатал концентрированный. Он погружает пациента в глубокую кому. Аппарат отчитывает 60 секунд, включает вот это, и еще через 60 секунд подается хлорид калия, концентрированный. Он парализует сердечную мышцу и вызывает сердечный приступ. Я не могу вставить укол, меня посадят, поэтому я придумал аппарат. Человеку достаточно нажать на кнопку, и лекарство подается автоматически. Он получил письмо от Дженет Аткинс из Орегона. Это его первая пациентка. У нее была болезнь Альцгеймера. Мы ведем запись беседы с мистером и миссис Аткинсом из Орегона. Консультация Дженет Аткинс, 6 июня 1990 года. Я Джек Киваркян, дипломированный врач из Мичигана. Благодаря этой камере вас увидят люди. Кто-то считает, что вы поступаете правильно, кто-то нет. Что вы хотели бы сказать им? Я скажу, что хочу уйти. Это мое решение. Если они скажут, что вы поступаете неправильно, что вы можете ответить им? Мне очень жаль, но я все равно хочу уйти. Ей было очень страшно. Она понимала, что теряет рассудок, и что дальше будет только хуже. Она не хотела окончательно превратиться в овощ. Скажите, принуждал ли я вас каким-то образом на такой шаг? Нет, нет. Заставлял вас? Нет. Вы, я надеюсь, понимаете, что мне больше всего хочется, чтобы она передумала. Вы понимаете это? Да. Я гляделся. Мотели, церкви. Никак не мог найти подходящего места. Решил, что это должно произойти в парке в моем микроавтобусе. Мои сестры находились рядом, дверь была открыта. Мы все нервничали. Хотелось, чтобы все прошло как можно быстрее, чтобы нас не обнаружили. Когда лекарство начало поступать, она потеряла сознание через 10 секунд. Я сообщил властям о том, что произошло. Спокойно дождался их приезда. Было много шума. Началось расследование, и все такое. Для меня это была лишь медицинская процедура, и все. По дороге домой мы зашли в кафе, выпили кофе, съели по булочке. Я сказал тогда сестре, что хотел бы еще одного-двух, может, трех таких пациентов, чтобы написать медицинский отчет. Я думал только о медицине. Не мог и представить, во что это может вылиться. Врач из Мичигана помог женщине, страдавшей болезнью Альцгеймера, покончить с собой. Он считает, что не сделал ничего противозаконного. Его зовут доктор Джек Киваркиан. Он создал и применяет на практике так называемый аппарат суицида. На процессе Киваркиан поднимал вопрос права пациента на уход из жизни, если он смертельно болен. Это случилось как в кино. Был выписан ордер. На мой арест я ничего не знал. Я пошел на почту и вдруг виск тормозов, из машины вышли люди, поставили меня к стене и надели наручники. Вот так, средь бела дня. И кругом были люди. Было довольно забавно. Доктор Киваркиан обвиняется в убийстве первой степени. Шериф Николс, объясните, пожалуйста, всем, почему я не могу принести моему клиенту статью из газеты? Существует правило, это запрещено. Какие правила могут запретить доктору Киваркиану прочитать это? Когда появился Джеффри Фигер, было ощущение, что на огонь выплеснули ведро воды и пожар погас. Отныне я являюсь представителем доктора Киваркиана и все вопросы по судебному процессу прошу адресовать мне. Я знал о нем из газет. Он очень успешный адвокат. Специалист по медицинским делам сестра Марго познакомила меня с ним. Когда-то он произвел на нее огромное впечатление. И я согласился. Джеффри Фигер, адвокат Киваркиана. Марго была гораздо мудрее Джека. Она сразу поняла, что требуется моя помощь. Джек же поначалу так не считал. Расскажите суду, как умирают пациенты, страдающие последней стадией болезни Альцгеймера. Город Кларкстон, штат Мичиган. Джек Киваркиан, которого называют доктор смерть, ответил улыбкой на обвинение судьи в убийстве первой степени за то, что помог пациенту покончить с собой. Джек говорил с другими адвокатами, все были напуганы до смерти. Как это отразится на моей практике? Как ко мне отнесутся люди? А ведь всего лишь надо было понять важность поднятой проблемы. Это был классический бой между реакционными силами верующих, кто уверен, что мы страдаем по воле Божьей, умираем по воле Божьей и просвещением. Вышедший на пенсию патологоанатом доктор Джек Киваркиан рассказал, что его телефон не умолкает с 6 утра. Люди просят помочь им покончить с собой. Они требовали помощи, рыдали в трубку, просили помочь. Я повторял им одно, надо жить, держитесь, я с вами. Шерри, вы хорошо все обдумали? Да, хорошо. Я уверена в своем решении. Это случится сегодня. В этом деле было все. Вопросы жизни и смерти, законы и права, вопросы религии. Вся суета вокруг этого тщедушного человека, вызвавшего целую бурю общенационального масштаба и представшего перед судом. Потрясающая история. Это уже второй случай, когда Киваркяну предъявили обвинение в убийстве первой степени за помощь смертельно больным пациентам в уходе из жизни. В его руки попали люди, которые страдали физически, эмоционально, духовно. Он самый настоящий убийца. Убийца. Мистер Болл, чем вы страдаете? У меня рак поджелудочный и слепота. Я не могу дышать. И с каждым днем мне все хуже. Неужели вы не хотите подождать? Ведь, возможно, ремиссия? Нет, я ждала 12 лет. Невозможно объяснить, насколько велико удовлетворение от того, что ты помог человеку, которому никто и нигде не помог. Мы не помогаем им умереть. Мы помогаем им прекратить их невыносимые страдания. Я горжусь, потому что это нужно людям. человечество должно было сделать такой выбор. О чем мы тут говорим? О праве человека, не ребенка и не умственно неполноценного, а взрослого идееспособного человека, принять решение относительно своего собственного тела. Сколько терпеть физические страдания? Люди ничего не могли понять. Они видели лишь обрывки видеозаписи. Кеворкиан поступал разумно, снимая беседы со своими пациентами. Если бы хоть кто-нибудь просмотрел всю пленку целиком, то суд был бы закончен. Мы, присяжные, признаем, что твечер Джек Кеворкиан не виновен в совершении преступления. Я уверена, что его намерением было освободить Томаса Хайда от мучительных страданий, и я не могла сдержать слезы. Доктор Джек Кеворкиан вновь сделал это. Жительница Мичигана, страдавшая рассеянным склерозом, стала 12-м пациентом. Джек Кеворкиан Если бы все закончилось единственным случаем с Дженет Аткинс, то мы бы едва ли услышали вновь о Джеке. И вы не пришли бы брать у меня интервью, о нем бы забыли. Да, был какой-то ненормальный в 90-х, помог старушке покончить с собой. Как же его звали? Вы бы не вспомнили даже его имени. Я стал надежным щитом для Джека, позволив ему работать в течение 10 лет и стать одним из знаменитейших людей в мире. Журнал Тайм Доктор Смерть Когда количество пациентов перевалило за сотни, я понял, что это путь в никуда. Если я вынужден прятаться от людей, скрываться, это тупит. Я хорошо знаю историю, кому-то всегда приходится идти в тюрьму. Фериал лагеря исправительных учреждений Лейкленда Джек был самым необычным заключенным из всех, кого я встречал. Он обычно клал вот сюда на стол крекеры, такие, знаете, низкокалорийные. Донгли Макби, сокамерник Киваркена. Ореховое масло, которым мажут крекеры, тоже низкокалорийное, и все остальное в таком духе. Он съедал парочку крекеров на завтрак, потом парочку на обед, а потом еще парочку вечером. А если съедал шоколадку, то делил ее на 3-4 части, смотря, сколько там было калорий. Он всегда считал калории, был очень внимателен к еде, никогда не ел много. Его можно назвать вегетарианцем. Не думаю, что стоило сажать Джека в тюрьму. Это скорее политический вопрос, показательный суд. Вот в Орегоне можно, там эвтаназия разрешена. Для этого достаточно прожить там 6 месяцев. Думаю, в этом заслуга, Кеваркяна и всего того, что он сделал в Мичигане. А как вы сами попали сюда? Я убил человека в 1970 году, застрелил. Это так называемое убийство первой степени, хладнокровное убийство, самое страшное. Вы разговаривали с Джеком о том, почему вы попали сюда? Почему я попал сюда? Да. Нет. Один раз он спросил меня, за что я сижу. Я ответил, и все. Джек судил о людях по их делам, а не потому, что говорят о них другие, или что там подшито к личному делу. Он и сам пострадал за то же самое, за то, что написано в деле. Питерса в американский конгресс. Войдите. Добрый день, доктор Кеваркиан. О, вы в официальной одежде? Я пришел к вам по поручению суда. Хорошо. Лоуренс Бенвенидес, чиновник службы надзора над условно освобожденными. Как предвыборная компания? Все нормально, получил приглашение на дебаты в несколько мест. Ясно. Провожу встречи. Хорошо. Что касается условно-досрочного освобождения, то позвольте дать вам пояснение. Согласно пункту 6.1 вы не можете работать по профессии, предполагающей уход за другим лицом. Есть специальный пункт 4.8. Вы не имеете права оказывать помощь лицам от 62 лет и старше, инвалидам, любого возраста. И пункт 98.1. Вы не имеете права присутствовать во время эвтаназии. Оказание медицинской помощи по уходу из жизни или мероприятиях подобного рода, включая предоставление информации по их осуществлению или консультирование по вопросам эвтаназии. Если меня спросят, я посоветую прочитать мою статью в журнале. Это открытая информация, эта статья. Кроме того, это противоречит Конституции, потому что комиссия по условно-досрочному освобождению это невыборный орган, и она не может лишать свободы слова. Сэр, я выполняю свою работу и не стану вдаваться в детали. Я представитель комиссии по условно-досрочному освобождению. Я знаю, я не хотел усложнять все вам. Хорошо. Я понял вашу просьбу относительно поездок за пределы штата. Да. Меня пригласили выступить в Гарварде перед студентами юридической школы. Ясно. Прошу вас помнить, о чем вы можете рассказывать и о чем нет. Меня спросят, почему я пошел на выборы. Как мне быть? Беседы в рамках предвыборной кампании неизбежны. В рамках кампании, пожалуйста. Однако помните обо всех условиях, которые необходимо соблюдать. Я понял, об определенных вещах я говорить не должен. Гарвардская юридическая школа. Место, о котором мы говорим, имеет давнюю историю. В этом зале выступали все члены Верховного суда. Аллан Гершовиц, профессор права, Гарвардская юридическая школа. Там работал Барак Обама. И в этом же зале, где вам предстоит выступать, стоя за той же кафедрой, судья Скалли рассказывал анекдоты о девятой поправке. Это оскорбление памяти Мэдисона. Безусловно. Сия поправка имеет особое значение, ведь это единственный раздел Конституции, который говорит о том, как ее толковать. Больше нигде об этом не говорится. В ней сказано, что перечисление в Конституции определенных прав не должно толковаться. Не должно толковаться. То есть, это вопрос толкования. Как говорится, не надо больше ничего придумывать. Только потому, что право не оговорено специально, мы не можем считать, что оно не гарантировано гражданам. Я обязательно скажу о том, что вы недолюбливаете юристов. Вы уволили своих адвокатов, вы сами защищаете себя в суде, вы сами предоставляете свидетельства. Да. Делаете все то, чему мы учим наших студентов. Спасибо, спасибо всем, кто пришел сегодня. Этот зал всегда был полон интеллектуалов, но одного качества здесь всегда недоставало. Не только выступающим, но также юристам в широком смысле. Это качество смелость, готовность рисковать собственной жизнью и свободой ради идеи, которую вы поддерживаете. Человек, который выступит сегодня перед вами, сочетает в себе высокий интеллект, страсть и смелость. Итак, рад представить доктора Джека Киваркяна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо всем, кто пришел. Мне неловко после таких слов обо мне. Святой Августин сказал однажды лучше всех. Похвала не нужна тому, кто делает то, что считает правильным, и то, что обязан делать. Как видите, это очень просто. Однако бывают обстоятельства, которые не позволяют нам поступать так. Я нахожусь в выгодном положении. У меня никогда не было семьи, я не был женат. Как сказал Фрэнсис Бэкон, жена и дети – это заложники в руках общества. Они всегда будут помехой на пути великих свершений, как во имя добра, так и во имя зла. Поэтому мне повезло больше, чем другим людям. Мне нечего терять. Кто-то теряет должность, кто-то репутацию, жизнь, будущее. Это слишком много для среднестатистического гражданина. Отсидев в тюрьме, кстати, можно представлять меня еще и как бывшего зэка. Так вот, отсидев в тюрьме, я стал еще более сильным. Теперь они все знают, что я ничего не боюсь. Тюрьма для меня теперь как дом родной. Город Роял-Оук. Каждый имеет все права делать, говорить то, что вы хотите, если только это не угрожает кому-либо лично или чьей-либо собственности. Девятая поправка – ключ к любой проблеме, которая встает перед нами. Без нее люди бессильны. Роджер Веберер, репортер Детройт. Есть ли у Кеваркана шансы на победу? Нет. Есть ли шанс, что из-за него пострадают другие кандидаты? Да, конечно. Джек Лессенберри, журналист газеты Детройт, Метро Таймс. Джек мог серьезно повлиять на эти выборы. Если ему удастся получить пару тысяч голосов, может, три тысячи голосов, студентов, байкеров, металлистов, людей, которые скажут, круто, доктор Джек, я голосую за тебя, ты такой клевый. Эти голоса он отвлечет от кандидата-демократа, то есть пострадает Гэри Питерс, кандидат от демократов. Поэтому кандидат от республиканцев Джон Нолленберг должен быть просто счастлив, что Кеваркан попал в списки. Сбор средств для республиканской партии округ Оукленд, штат Мичиган. Спасибо за то, что вы поддерживаете республиканскую партию. Сегодня в этом зале в Сент-Поле все мы готовы к началу голосования. Дамы и господа, представляю вам конгрессмена Джо Нолленберга. Джо Нолленберг. Спасибо. 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 Думаю, многие знают, что я считаю эту предвыборную гонку одной из самых сложных за все 18 лет моей работы. Я борюсь за то, чтобы продолжить начатую работу на этом посту. В то время как мои оппоненты намерены повышать налоги, которые будете платить вы, ваши супруги, ваши дети, ваши родители, ваш начальник, а если эти новые налоги не добьют вас, то мистер Питерс пришлет к вам доктора смерти. Отлично. Давай, давай. Это лучше, чем выборы. Не для меня. Представитель республиканцев Джон Нолленберг, демократ Герри Питерс и независимый кандидат Джек Кеваркян проведут дебаты завтра в Оклендском университете начало в 7.30. Главное, чтобы на этих дебатах они не отвертелись от обсуждения девятой поправки. Вот это да. Они говорят о переменах, не имея представления о них. Может, их перемена связана с их кошельками? Видишь, они перестали говорить о переменах, потому что так надо. Им ведь придется объяснять, как добиться перемен. Вот тут они и сядут в лужу. Почему он летит туда? Вот стукнешь по мечу еще несколько раз, и ты готов сразиться с Нолленбергом и Питерсом, правда? Ты думаешь, я пойду на дебаты с клюшкой? Неужели с битой? Итак, Джек, ты готов выслушать немного критики? Я выскажусь. Давай. Рут Холмс, секретарь архивариус. Вот вопросы для твоего вступительного слова. Ни к чему длительное вступительное слово. Нет, нет. Но все равно тебе придется что-то сказать. Майер Моргенрот, адвокат. Главное, не долго быть кратким. Правильно, пять минут. Верно, минут пять, не больше. Я не сержусь, чего ты взял, что я сержусь. Хочу лишь определиться со временем. Правильно. Я хочу сказать, что это все-таки дебаты, а не просто аргументы. Я в более выгодном положении, что мне сердиться. Это им приходится лгать, а не мне. Не надо называть людей лгунами. Минуточку. Разве я называл? Я сказал, что им приходится лгать, а мне нет. Когда я вижу, что люди не понимают слов, хотя используют их в речи, это клише. Их надо деликатно положить на лопатки. Когда человек не находит, что сказать, только блефует, то можно пойти и дальше. Это все нормально до тех пор, пока ты не унижаешь. Достоинство? Достоинство. Кстати, если я проиграю, то тебе не в чем будет меня упрекнуть после речи о признании поражения. Полагается желать удачи оппоненту. Всего хорошего. Нет, лучше промолчать. Ведь на самом деле я желаю ему сгореть в аду. Ясно. А как вы думаете, они организуют местную трансляцию? Кажется, у них есть телеканал здесь, в городе. Да. Покажут ли эти дебаты? Даже если не будет трансляции, наверняка они непременно сделают запись. Потом покажут отрывки. Как обычно это бывает. Ну, вы знаете. Все думают, что ты будешь вести себя нервно, но ты их всех разочаруешь. Сейчас все психуют, но я умею контролировать себя в нужный момент. Не волнуйся. Кандидаты будут выступать согласно жеребьевке. Вначале каждый может кратко представиться в течение одной минуты. Джон Оленберг. В нашей стране немало проблем. Необходимы перемены в жизни, которых ждут граждане Окленда. Гэри Питерс. Пять поколений моей семьи жили и живут неподалеку в Рочестере. И я уверен, что нам нужны перемены. Джеки Варкян. Прежде всего, необходимо восстановить наши права. Девятая поправка не работает. Ее не используют вот уже 240 лет. Когда нам вернут права, вы осознаете все радикальные идеи, над которыми я активно работаю. Спасибо, Джеки Варкян. Расскажите, как вы поступите во время голосования в Конгрессе по вопросу налогообложения? Поднимать налоги самое плохое, что можно придумать. История учит, что лучшим является прогрессивный налог. Единый налог не работает, это доказано еще в Древней Греции. Должен ли Конгресс оказывать поддержку нашей автопромышленности? Думаю, нужно помочь автопрому на пути к выпуску следующего поколения автомобилей. Я работал в автомобильной промышленности. Один день мыл полы на заводе Кайзер Моторс. Я кое-что умею делать своими руками. Собрал маленький электромобиль, который может быть полезен для покупок в городе. Далеко на нем, конечно, не уедешь. На чем мы можем сэкономить? Убежден, что каждая компания должна разобраться с этим, нужно сокращать расходы. Прежде всего, надо понять, на что уходит больше всего средств. Сейчас 10 миллиардов в год тратятся на Ирак. Вот это, пожалуй, самое важное. Сократить расходы на Ирак. Кстати, вот вы голосовали за войну с Ираком. Скажите нам, мы должны как можно быстрее уйти из Ирака, и не надо искать для этого причину. Мы уже нарушили международное законодательство, от этого нужно уходить, и поэтому я иду в Конгресс. Дайте людям право идти верным путем. Тогда мы станем поистине демократической страной. Как, по-вашему, Джек Киваркян может повлиять на выборы? Может ли повториться эффект Нейдера? Не думаю. Едва ли такое возможно, хотя поживем-увидим. Однако времена сейчас непросты, и людям надо бы серьезно оценить каждого кандидата, каждую программу и голосовать. Вы не считаете его серьезным кандидатом? Я так не сказал, мне кажется, все то, о чем он говорит, действительно его волнует. Ну, а посмотрим, что будет дальше. Спасибо. 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 Я написал это давно на компьютере вместо ручки, чернил и бумаги. Записал, и теперь это можно слушать. Написал для себя. Сейчас нашел и послушал. Лет десять не слышал, наверное, и сказал, «Боже, это прекрасно. Мне нравится». Лично я купил бы это, если бы кто-то другой написал такую музыку. Не потому, что это мое творение, просто это нравится настолько, что хочется слушать вновь и вновь. Можно слушать хоть каждый день, и не надоедает. А вы как думаете? Вы когда-нибудь слышали это в исполнении музыкантов? Только пьесу для органа. Ясно. Обычно мы играли дуэтом с Сарой, мы это умеем. Итак, что мы пишем? Сонату для двух флейт номер один? Да. Так. Моя любимая. Начали. Сонату для двух флейт Вот это тремоло в конце. Потрясающе. Да. Дамы и господа, добро пожаловать в армянскую библиотеку нашего музея. Я Мариам Степанян, директор, и для меня большая честь пригласить всех на выставку доктора Джека Кеваркяна. Очень много картин отражают красоту, а темной стороне пишут реже. Но люди любой расы и национальности не могут отрицать ее существование, особенно если они испытали на себе обратную сторону красоты. Эта картина имеет успех у молодежи. Называется «Ближе к Богу». Здесь то, как многие люди представляют себе смерть, и особенно сам уход из жизни. Люди стремятся избежать ее. Кто-то сказал, «Неважно, где и почему, но война всегда преступление». Здесь человек, который решил покончить с собой на войне, он сам не знает, зачем. Это дань уважения Баху. Я убежден, что это величайший разум, когда-либо существовавший на земле. Мой отец познакомился с мамой в этом городе. Они едва ли думали тогда про любовь. Надо было создавать семью, и, возможно, это более правильный подход. По крайней мере, я так думаю. А это коммерциализация Рождества. Вот чем стало для людей Рождество. Это лишь повод для праздника. Придуманный Санта-Клаус уничтожил младенца Христа, который, значит, для людей меньше, чем сапог Санты. А это, говорит само за себя. Это геноцид 1915-1945 годов. Цинизма здесь нет, лишь описание того, что было на самом деле. Отвратительное безумие, нечеловеческая жестокость, самое ужасное, что можно представить. Но это отражает природу людей. Поэтому я сделал простую деревянную рамку, никаких узоров, лишь колючая проволока. Перед тем, как начать, я взял у себя 15 кубиков крови и рисовал все кровью. Но она тускнеет. Надо обновить покрытие. Напомните мне, когда будем уходить. Немного отойдите, пожалуйста. Я подпишу. Джек был очень одаренным человеком. Он сочинял музыку, он написал семь книг. Его книга «Стройные лимерики для полудиеты». Сборники стихов с его карикатурами. Их главная мысль можно класть на тарелку все, что угодно, но съедать только половину. Он придумал круглые игральные карты, он создал велосипед без цепей и много других забавных вещей. Он купил тысячу почтовых конвертов и в каждый положил зубную нить. Представьте, вы получили письмо, из которого торчит кусочек зубной нити. Достаточно потянуть за нее, и конверт открыт. Он придумал солнцезащитные козырьки для рекламы, они просто великолепны, только он не знал, как довести эту идею до рыночного воплощения. И как всегда, он изобретает что-нибудь и теряет к этому интерес. Сделает и переключается на другое. Снова придумает, воплотит и опять начинает новое дело. Он был одержим ораторией Генделя Мессия и решил снять об этом фильм. Мессия, автор сценария и продюсер Джек Киваркян. Он вложил все свои деньги, нанял артистов. Он поехал в Калифорнию, снял комнатушку над чьим-то гаражом и начал делать фильм. Ерунда. Даже не хочу вспоминать об этом. Я попытался, но ничего не вышло. просто глупость. Я бросил это дело. Зачем вспоминать? Это была моя ошибка. Вот музыка для меня никогда не была ошибкой. Картины мои это не ошибка. Давайте говорить об этом. Было удивительно, что он вообще смог сделать это. Он поехал в Голливуд, нанял актеров и сделал этот фильм. Я всегда все делал сам. Не могу зависеть от других людей. Музыка, живопись, все это я изучал сам. Я не занимался тем, что может принести большие деньги. Это не для меня. Аминь. Сегодня 15 сентября 1998 года. Съемка ведется дома у Томаса Юка. Том, вы страдаете аммиотрофическим склерозом, верно? Интересно, что было бы, если бы Кеваркиан умер от сердечного приступа в апреле или мае 1996 года? На тот момент он с помощью Фигера выиграл пять процессов. Эвтаназия была легализована в Детройте. Если бы он тогда умер, то его репутация была бы совершенно иной, нежели сейчас. Его считали бы первооткрывателем и, скорее всего, эвтаназия стала бы обычным делом. Но всего за два года после этого доверие к нему было окончательно подорвано. Эйва Янус, племянница Кеваркиана. Дядя постоянно заводил разговоры о том, что он хочет непременно попасть в тюрьму. Он хочет почувствовать на себе, что это такое. А мама точно знала, что в любых обстоятельствах ничего хорошего в этом нет. Нилу Никол, бывший помощник. Марго постоянно была рядом с ним. Помогала в работе с пациентами. На ней была огромная работа, переговоры, назначение времени приемов, видеосъемка. Она работала как лошадь, не жалела себя. Все в итоге закончилось сердечным приступом. И она скончалась. Когда она была при смерти, у них произошла ссора. Она пыталась убедить его, что ни в коем случае не нужно специально добиваться, чтобы тебя посадили в тюрьму. о ней не разговаривали, когда она умирала. Джеффри Фигер, адвокат Кеваркена. Марго была его рулевым. Если у нас с Джеком возникали разногласия, она умела убедить его. Когда мне приходилось спорить с Джеком, я далеко не всегда одерживал победу. Но в наиболее сложных случаях, когда я был уверен в необходимости сделать что-то, я знал, куда надо пойти. А Джек упирался. Я всегда мог рассчитывать на Марго. Она умела вразумить Джека. Джек помог Томасу Юку не в его доме. Он сделал все сам, без чьей-либо помощи. Не хотел впутывать семью, друзей, коллег, вообще никого. Он поставил задачу попасть в тюрьму. Прошу вас подписать согласие на инъекцию вместо использования аппарата суицида. Вам это понятно? Хорошо, сейчас я прочту вам его, Том. И прошу вас слушать внимательно. Джек сделал запись консультации Томаса Юка, а затем сделал еще одну запись. Раньше мы такого не делали. Мы называли это записью самого события. Пациент умирает. Запись такого особого события была сделана впервые именно с Томасом Юком. В 1998 году доктор Кеваркен позвонил мне. Я спросил его, что случилось. Он ответил, я совершил эвтаназию и сделал видеозапись. Я сказал, что его посадят в тюрьму. Он ответил, неважно, я хочу поговорить с вами как с журналистом. Как привлечь максимальное количество аудитории к этому событию? Я молчал, а он может отдать запись нашим СМИ. Я спросил, зачем вам это нужно? Он ответил, пора переходить на следующий уровень. Я хочу всенародного обсуждения этой проблемы. И я посоветовал ему обратиться в программу 60 минут. 60 минут? Кеваркен считает эвтаназию одним из фундаментальных прав человека в Америке. Частью жизни, элементом свободы и в конечном счете счастье. Инъекция готова, укол будет сделан правое предплечье. Если нет свободы и самоопределения, то нет ничего. На этих принципах создана страна. Это самоопределение решить, когда и как вы хотите умереть, если вы больны. Засыпаете? Засыпаете? Да. То, чем вы занимаетесь, имеют политический, медицинский, мистический и общественный аспекты. Возможно. когда я смотрел запись, мне было крайне неприятно видеть ваше острое желание наблюдать, как это происходит. Может, это и вызывает неприятие, отвращение. Трудно судить. Это ваше личное мнение, не стану осуждать вас. Но самое главное из всего, что вы сказали, это то, что это происходит. Вы заснули? Он спит. Я должен был сделать все для собственного ареста. Я заставил суд взять меня под арест. Он даже обещал больше не беспокоить меня, если только я замолчу. Джеку предлагали, мы оставим вас в покое раз и навсегда. Ему действительно предлагали это. А он показал свою запись и заявил всем, смотрите, я убиваю. Кому-то из нас придется уступить. Что вы имеете ввиду? Что значит уступить? Если меня оправдают, значит они уступили. Они знают, что меня не в чем обвинять. Если меня обвинят, я сгнию в тюрьме. То есть я уступлю, кто-то должен уступить. Вот ради чего я сделал это. Проблему нужно поднять на тот уровень, где она будет решена окончательно. Есть люди, которые считают, что доктор Киваркиан фанатик. Я энтузиаст, а не фанатик. Если нет свободы, тогда я фанатик. Я веду борьбу за самого себя. Майк, мне скоро будет 71 год. Вы понятия не имеете, что значит старость. Возможно меня ждут страшные мучения. Я хочу, чтобы кто-то из моих коллег имел право помочь мне, когда придет мой час. Так что я борюсь ради самого себя. Звучит эгоистично, но ведь это поможет еще и другим людям. Прямая линия можно отключать. Сердце остановилось. После этой записи прокурор долго не мог выдвинуть обвинения. Кеваркиан звонил мне и сетовал. Если он не обвинит меня хоть в чем-нибудь, то следующий пациент умрет на пороге его дома. Он жаждал обвинения. Он говорил мне, как сильно хочет, чтобы это произошло, чтобы его поскорее признали виновным. Он сядет в тюрьму, возникнет общественный резонанс, будут требования освободить его, его отпустят, и эвтаназия Кеваркиана будет признана законной на всей планете. Прошу всех встать. Суд идет. Прошу садиться. Адвокат, вам хватило времени для беседы с клиентом? Да, Ваша честь, мы обсудили ряд вопросов с доктором Кеваркианом. Подойдите, пожалуйста, к трибуне, сэр. Вы недовольны работой своих адвокатов? Верно. В чем именно выражается ваше недовольство? Это не недовольство, просто я принял такое решение. Вы решили защищать себя сами? Да. Я отказался от услуг Фигера, потому что меньше всего хотел, чтобы меня оправдали. Нужно было, чтобы они признали меня виновным, чтобы обратиться в Верховный суд и окончательно решить эту проблему. Сколько можно прятаться, бегать от полиции и суда? Пора уже принять решение, является ли это конституционным правом пациента и врача или нет. И суд заявил, что они хотят провести очень подробное разбирательство. Я считал это блефом и стал действовать. Он не смог переубедить его. Я устал. Десять лет боролся я с этим человеком, чтобы спасти его. И настал момент, когда сказал ему, ты хороший человек, но... Джека всегда подводила узость взглядов. Он ставит себе цель и добивается ее, выслушивает все аргументы другой стороны, но делает по-своему. Однажды мне позвонил Джефф и сказал, поговори с ним, постарайся убедить Джека не делать этого, иначе его посадят. Я ответил Джеффу, что он ошибается, если думает, что я не стараюсь убедить его. Бесконечно повторяю одно и то же. Бесполезно. Я провел много времени с Джеком Кеваркианом. Думаю, это было какое-то саморазрушение, он не мог мириться с успехом. Я уверен, что он все делал намеренно, чтобы еще и еще испытать себя. Сэр, обвиняет в убийстве первой степени. Да. Вы отдаете себе отчет в том, что остаток жизни проведете в тюрьме. Не так уж много мне осталось, ваше честь. Вы понимаете, что из тюрьмы вас не выпустят? Да. Вы понимаете, что тюрьма это не лучшее место для жизни? Я бывал в тюрьме, да, понимаю. Разве вы сидели в тюрьме, сэр? Не в тюрьме, я бывал в камере. Знаете ли вы, что такое Джексонская тюрьма? В кино это показывают очень правдиво. Вероятно, такова была его стратегия. Он надеялся, что дело рано или поздно попадет в Верховный суд, но все же надеялся выиграть это дело. Он уже привык выигрывать дела в суде и ждал, что его признают невиновным. Дамы и господа, я доктор Джек Кеваркен. Я планировал выступить с краткой речью, но не знал, что вступительное слово прокурора будет столь подробным, поэтому считаю необходимым достойно ответить на его обвинение. Когда я вспоминаю все, что пришлось пройти, самым трудным и непреодолимым обстоятельством для меня остается Джек Кеваркен. Было какое-то необъяснимое взаимное отторжение во всем, что он делал во время рассмотрения дела в суде, и общепринятой юридической практикой. Казалось бы, чем больше человек занимается каким-то делом, тем глубже он его понимает. В случае с Джеком было видно, что он все меньше и меньше вникает и в конце концов настолько запутался, что решил защищать себя сам. Блэк Стоун, возможно, вы знаете его, это знаменитый английский адвокат конца 18 века. Он заложил основы общего права. Он считал уместным зачитывать цитаты из Цицерона или Томаса Джефферсона, а судья сказала, что этого делать нельзя. Тогда он начал обращаться с напыщенными речами к присяжным. Знаете, когда Кеваркен одержим, это довольно жуткое зрелище. Худой, мертвенно-бледный, чедушный человек подходил к присяжным и тыкал им в лицо костлявыми пальцами. Взгляните на меня и будьте честны перед собой. Разве перед вами преступник? Разве перед вами убийца? Неужели я похож на убийцу? Если похож, тогда посадите меня в тюрьму. Впоследствии история докажет, что вы неправы. И хуже всего вас осудят ваши дети и внуки, если только узнают о том, какой выбор вы сделали сегодня. Решать вам. Можно отключать, сердце остановилось. Это не художественный фильм. Это реальный человек. Его убили на наших глазах. И все это на общенациональном телеканале. Один из глубоко личных моментов в жизни человека, момент ухода из жизни, транслируется на многомиллионную аудиторию. Почему? Это ли достойная смерть? Неужели? У прокурора были прекрасные помощники, которые хорошо знали свое дело, ведь они выступали против меня в течение десяти лет. Они прекрасно знали, как себя вести, и это была нечестная игра. Игра против Джека, я имею в виду. Он в миллион раз умнее их всех в любой области, кроме юриспруденции. Тут Джек ничего не может. Вы набрались смелости пойти на телевидение и показать всему миру то, что совершили. Вы бросили вызов закону, который обязан прекратить вашу деятельность. Отныне ваша деятельность прекращена. Джек узнал, что его могут выпустить под залог на время апелляции, но ему отказали. он просил выпустить его под залог для поездки в Верховный суд, но ему отказали. Все, к чему он так стремился, рухнуло. 73-летний старик в тюрьме. Никакой врачебной помощи, отвратительное питание, преклонный возраст, плюс его гепатит С. Все это не привело ни к чему хорошему. Майер Морганротт, юрист. Его печень вырабатывала в 10 раз больше ферментов, чем допустимая норма. Это свидетельство было о серьезном заболевании. Верхнее давление 270, он выглядел так, будто находился при смерти. Он погибал, он умирал. Джек всегда был очень сильным человеком. Конечно, в тюрьме делают все, чтобы надломить волю человека. Иногда мне казалось, что им это удалось. О чем вам запрещено говорить? Мне запрещено говорить о деталях всех дел, о том, как это делается. Тем более, нет никакого смысла рассказывать об этом. В нашей стране достаточно бед, которые можно обсуждать. Дело Томаса Юка. 60 минут. Об этом можно? Нет. А зачем мне об этом говорить? Вы и так все об этом знаете. Я не знаю, что вы думаете об этом. Этого никто не знает. Думаю, вы можете догадаться, что я думаю об этом. Догадаться? Для этого мы и делаем фильм. Вы знаете, как я отношусь к этому? Скажите, что вы сейчас чувствуете? А? Что чувствуете сейчас? Ведь вы сами защищались во время суда. Я похож на человека, который жалеет о том, что сделал. Взгляните на меня. Разве я жалею? Я когда-нибудь говорил, что стыжусь чего-то? Разве я говорил, что боюсь? Разве я врал? Никогда нет. Вы жалеете о чем-то в своей личной жизни? Конечно. Жалею о многом. Жаль, что я никогда не женился. Это самое главное в жизни. Об этом жалею. Но ничего такова моя судьба, так сложилась жизнь. Я хотел, чтобы все было именно так. Пусть мои сожаления останутся со мной. Каждый человек жалеет о чем-нибудь. Это не значит, что надо сидеть и мучиться. и вам, и каждому есть о чем пожалеть. А кто не жалеет, ни о чем лжет. Скажите, пожалуйста, мистер Берков, для чего же вам понадобились эти пять долларов? Нам всем хотелось бы это знать. Я не случайно задала этот вопрос. Я не зря спрашиваю. Знаете, это мое личное дело. Я имею полное право жить так, как хочу. Да вы с ума сошли. Голосование состоится через неделю. Седьмой канал будет следить за ходом выборов за место в Конгрессе от девятого округа. Лидирует демократ Гэри Питерс. 43% голосов Даля, Ноленберг 39% и Джек Киваркян предварительно 4%. Встреча с избирателями города Фармингтон Хиллс, штат Мичиган. Приветствую всех в Бирмингенском зале, где проходит встреча доктора Джека Киваркяна с общественностью. Вы баллотируетесь в Конгресс и у нас очень много вопросов. Пожалуйста. Тогда начнем. Есть ли у вас вопросы, прошу вас задавайте их. Микрофоны включены. Прошу. Каково ваше отношение к абортам? К чему? К абортам. К абортам? Да. Я думал, будут трудные вопросы. А как же? Это элементарно, это право, которое есть у каждой женщины. Это очевидно. это записано в Конституции, но люди игнорируют это. В девятой поправке 21 слово. Перечисление в Конституции определенных прав не должно толковаться как отрицание или умоление других прав, сохраняемых за народом. Следующий вопрос, пожалуйста. Два года назад мало кому известный демократ едва не сбросил с насиженного места нынешнего нашего конгрессмена Джон Нолленберга. Вы не боитесь, что ваша кандидатура отвлечет голоса от хорошего кандидата, как это произошло раньше на президентских выборах с Альбертом Гором? А что в этом страшного? Они оба жулики. Поймите правильно, это не скепсис. Сложно это принять, но я убежден, что партийная система должна быть уничтожена. Мне вообще очень часто приходится говорить вещи, которые шокируют людей. Джим, пожалуйста. Доктор Киваркян, многие пришли сюда, потому что уважают вас. Вы стали знаменитостью. вам удалось реализовать потрясающую стратегию, которая была успешной на определенном этапе. Однако впоследствии вы круто изменили эту свою стратегию и получилось так. Если можно, сформулируйте четко свой вопрос, чтобы было понятно. Вопрос. Вы были совершенно неубедительны в суде, когда защищали себя самостоятельно. Почему вы считаете, что люди могут доверить вам в будущем защиту их интересов в Конгрессе? Вы действительно считаете, что я выглядел там глупо? Да. Пожалуй, так оно и было. Но у меня не было выбора. Людям, которые поддерживали вас, казалось именно так. Люди надеялись, что вы сможете продолжить свою борьбу. Но никто не поинтересовался, ради чего это было сделано. Я надеялся дойти до Верховного суда, и единственным способом сделать это стать обвиняемым. Однако вместо суда вы оказались в тюрьме, и никто не смог помочь вам. Я сел в тюрьму, чтобы достучаться до Верховного суда по конституционному вопросу, но мне не позволили. Какое еще вам нужно доказательство того, что мы живем в коррумпированной стране с коррумпированным правительством? Согласен. Ну вот, что я хочу сказать, Джек. Мы знакомы уже много лет. Я верю в то, что ты делал, и в то, что делаешь сейчас. Я пришел сюда. А что я делаю? Что? Баллотируешься в Конгресс, чтобы продолжить дело. Нет, ты ошибаешься. Ты совершенно не о том говоришь. Почему же? Ну хорошо, сам скажи. Моя цель рассказать американцам о девятой поправке. Но главное не в этом, а в том, что ты делал раньше. Ты помогал пациентам, которые были измучены своей болезнью и страдали. Забудь об этом. Это не важно. Это другая история. По-моему, причина той его работы по эвтаназии как раз в том, чем он занимается сейчас. Главное здесь наши права. Если человек смертельно страдает, он имеет право выбирать, продолжить эти страдания или уйти из жизни. Именно за это и борется Джек сегодня. Я уверена в этом. Борьба за права человека имеет для тебя значение? Джек, можно называть это борьбой за права человека, но скажи, чего ты добиваешься? Ответь, права человека имеют значение? Моя проблема общества. Знаете, сколько таких людей? Я не самый плохой случай, кстати говоря. Нет, тебе здесь не место. Ты так считаешь? Да, ты враг для людей. Ты враг американцев. Ну вот, до чего мы договорились, Джек. Перестань. Повторяю, тебе здесь не место, я говорю серьезно. Что ж, все ясно. Больше не приходи. И не приду. И друзьям с вами скажи. Не беспокойся, скажу. 4 ноября 2008 года, день голосования. Питерсов, американский конгресс. За конгрессмена Джо Нолленберга. Мы ведем прямой репортаж из Ласслер колледжа в Блумфилд-Хиллсе. Здесь голосует кандидат Джо Нолленберг. Как поживаете? Напоминаю условия вашего условного освобождения. Запрещается оказывать медицинскую помощь лицам от 62 лет и старше. Запрещается работать на местах, предполагающих уход за любыми лицами. Запрещается присутствовать при эвтаназии или медицинском содействии в уходе из жизни или иным образом участвовать в подобного рода мероприятиях. По этому пункту все. Разве сейчас делают эвтаназии? Нет. Я голосовала за вас. Я за вас голосовал. Большое спасибо. Я голосовал за вас. Здравствуйте. Как вас зовут? Джерри. Джерри, хорошо. Уже проголосовали? Что? Проголосовали? Да. Как по-вашему, есть у нас шансы? Мы хотим гордиться, что живем в Америке. Посмотрим, посмотрим. Джек 08. Я голосовал за тебя, и Карен тоже. Правильно, выбор, я рад. Я встретил несколько человек, они тоже голосовали за меня. Да, Джек рядом. Говори громче. Привет, Майк. Рад тебя слышать. Сегодня важный день, как-то все необычно, все по-новому. Звонит Майк Уоллис. Еще бы. Но, знаешь, Майк, шансов немного. Не думай об этом. Знай, что ты поступаешь правильно. Да, ты прав. Это самое главное. Ты посвятил этому всю свою жизнь. Говори громче. Независимо от того, чем все кончится, в этом вся моя жизнь. В феврале-марте у меня будут выступления в нескольких университетах. Буду выступать перед студентами университетов. На них все наши надежды. Знай, что я отношусь к тебе с бесконечным уважением и восхищением. Благодарю тебя, Майк. Ты знаешь, что это взаимно. Тоже пришли узнать, не победил ли Джек. Это исключено. Здравствуйте. А ты как? Как дела? Рад тебя видеть. Как поживаешь, Джек? Думаю, победит Обама. Несомненно. Это и так ясно. Но только это ничего не изменит. У президента нет власти. Знаешь, где настоящая власть? Брось, ты прекрасно знаешь, у кого вся власть. Скажи. Я могу перечислить. Нет, у кого безграничная власть? У Верховного суда. Точно. Еще Джефферсон ненавидел это. Мы должны разрушить Верховный суд. Пойду на ревина. Он держится на третьем месте. Похоже, Джон Оленберг на этот раз проиграл. Минуточку внимания, пожалуйста. Мне кажется, пора сказать тост. Мы готовы. Я только что увидел результаты голосования. Это было напряженное состязание за пост в Конгрессе. К сожалению, Джек, не между тобой и кем-то еще. Но в нашем округе есть лишь один человек, у которого достаточно храбрости и упорства, чтобы сказать кому угодно, как на самом деле нужно поступать и почему. Лишь один человек, который отдал 9 лет своей жизни, и его еще оценит история и время. Это великий человек. А все, что с тобой сделали, я считаю не только несправедливым, но и отвратительным. Много лет я знаю и люблю тебя как человека, как врача, но только не как юриста. И ты знаешь, почему. Все равно я очень старался. Но как прекрасного человека, безусловно. И я думаю, мы все должны поддержать его в минуту объявления результатов и сказать, что мы очень любим его. Чтобы ты не задумал, кроме участия в программе 60 минут, мы всегда тебя поддержим. Гэри, Гэри, Гэри! Гэри, Гэри! Я мало знаком с Джеком. Я знал, что ему едва ли удастся получить максимум 1-2%. Мне кажется, он пребывает в таком возрасте, и что не в состоянии вступать на этот путь. Если помните, он едва взобрался на сцену для дебатов. Мне жаль этого человека. Он совершенно не знаком с этим родом деятельности, да еще возраст и состояние здоровья оставляет желать лучшего. Ну, как бы то ни было, он сделал это. Осторожно, не оступись. Нормально. Я держусь за стену. Не волнуйся. Джек, я горжусь всем тем, что ты сделал за эти 11 месяцев. Ты сам не понимаешь, какой ты молодец, приятель. Цифры минимальные. Они хорошие, но это минимум. Я уже сто раз повторил тебе эту цитату. Кертис Уайт сказал, «Бой стоит вести, если только знаешь, что ты будешь его проигрывать. Снова и снова проигрывать. А потом придет другой и выиграет. Это точно обо мне. Я проигрываю. Сегодня победил другой. Может, я не смогу убедить студентов, но я оставлю искру, еще не ясную, может, вовремя сказанное слово или правильная мысль, четкий ответ или вопрос. И искра распространит свет дальше. Вот что важно. Несомненно, его будут помнить как величайшего человека. Он будет героем. Мало кто из живущих сегодня способен понять, что он сделал для человечества. А сделал Джек немало. Он всегда жертвовал самим собой. Неужели мы станем сидеть и смотреть, как мучается и страдает человек? Как он в муках погибает, пока кто-то увлекся обсуждением? Проблема существует. Мы не можем это не признать. Я призываю своих коллег пойти за мной и начать действовать. Геворгиан, как пророк из Ветхого Завета, суждения его спорны, их трудно принять, однако он говорит нам хоть и неприятную, но правду. Возможно, самым неприятным было узнать, что мы живем в стране, не отрицающий смерть. Сейчас можно прожить жизнь, ни разу не увидев, как умирает человек. В 19 веке было не так. Люди умирали дома. На глазах у всей семьи многие даже не представляют, что существуют боли, страдания, которые вытеснили все остальное. Джек приводил факты, которые люди предпочитают не знать. В обществе не принято говорить такое. Это мы все неудачники, а не Джек. Редактор субтитров А.Семкин Продюсеры Стив Ли Джонс и Майкл Лафетра Все билеты проданы, зал почти полный. Правда? Может, мало билетов было? Сколько времени будет продолжаться выступление? Я не готовил речь. Значит, вы будете... Да, как пойдет. Понимаю, хорошо. Ни пух и ни пера. Не хватало еще споткнуться. Мать честная! Сколько же народу пришло! Майкл Лафетра Спасибо. Я последую совету Джефферсона. «Просвещай и обучай всех людей, они единственная надежда на пути сохранения наших свобод». Он говорил о молодежи, о вас. Получив знания, вы всегда сможете бороться за свое будущее. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...